всем привет народ вы на канале кита велик и в сегодняшнем видео у нас будут педал педал от in bike здесь нигде на почему-то на коробке не написано но это педальки от in bike которым отдельное спасибо что предоставили мне их на обзор у меня были уже на канале большое на количество даже не наверное точно большое количество разных педалей но в частности я всегда говорю что педали на промо подшипника гораздо лучше чем на втулки скольжения на каких-то шариках в плане обслуживаемости вечности ну вечности это конечно еще под вопросом но в плане эксплуатации на промах все такие педальки лучше надежнее и дольше они ходят и даже если вы возьмете какие-нибудь там не супер дорогие даже например там не будет три или четыре подшипника там просто хотя бы два то есть снизу и сверху по краям это уже будет гораздо лучше чем будет втулка скольжения или же какие-нибудь насыпные потому что насыпные нужно регулировать чтобы они нормально ходили но в сегодняшнем видео это у нас на трех подшипниках фирма in bike моделька называется p1803 если не ошибаюсь стоимость их на момент записи видео составляла 29 долларов 99 центов снизу ссылочка будет в описании под этим видео и у продавца есть три цвета такие как черные в моем случае синие и серебристые но теперь как всегда по традиции конечно же это все взвешу посмотрим какие тут размеры что у нас тут внутри правда ли тут три подшипника и вообще как они собственно работают но крутятся они я вам скажу вообще шикарно нету такого что крутнул они такие об пол оборота сделать сделали и все то есть вращается свободно прям вообще шикарно идеально если он взять шатать как всегда ось твою шатал все нормально реально вот не знаю как даже показать просто вот нету не продольных никаких люфтов вообще напрочь отсутствует ну и пока я их еще не стала разбирать сразу хочу и собственно взвесить вес по заявлению продавца это 318 грамм здесь кстати шипы сменные 300 блин 318 грамм представляете на первый раз прям грамм все так совпало реально не знаю может если бы я разобрал бы их почистил бы например там вытер бы лишнюю смазку обычно смазки нормально так пихают в принципе здесь внутри лишняя смазка не бывает при детальном обсмотре можно увидеть что здесь у нас шипы сменные подойдут то есть простые вот любые какие вы заказали даже можно простые винтики такие острые а вкручивать сюда и вообще нормально все будет по платформе скажу так должна быть удобно потому что видим что она все у нас просто реально вот вровень нет вот этого бугра выпирающего как многие почему-то горячки типа он там ногу давит и потом неудобно ноге как-то каким-то образом становится не знаю по крайней мере я сколько катался в разных педалях на на разных педалях не было такого что прям ноге было как-то неудобно здесь и насколько от 2 4 6 8 8 с одной и 8 2 16 шипов соответственно держать должно подошву прям вообще идеально потому что все таки расстановка шипов более-менее я считаю отлично расстановлена даже если вот эти три и снизу и сверху оставить будет вообще тоже идеально но тут они еще перри старались мне кажется понище по центру 2 влепили ну в принципе для надежности сойдет даже если так посмотреть в профиль то видим что эти шипы два центральных более-менее вниз утоплены то есть они не в одном уровне с боковыми шипами то есть они не будут сильно прям впиваться вам в ногу из-за этого ноге будет как-то там дискомфортно от этого так тут у нас что-то еще написано cnc не знаю что это обозначает конечно я не нашел что там было написано но педальки написано что самое главное это у нас три подшипника алюминиевая платформа ось хромированная и защита от влаги защита конечно здесь видно сразу резиновое колечко стоит пыльник то есть он может быть и плохой будет почему потому что он не сильно вплотную прилегать если он вплотную прилегал педалька так бы свободно не вращалась ну а сейчас в принципе что останется это разобрать и посмотреть что у нас тут внутри как собственно выглядят подшипники но здесь по стандартам скрыть его будет здесь один и здесь два так ну если взять по размерам посчитать даже не читая например какие дает размеры нам сам продавец то сама платформа без оси у нас в длину девять с половиной в ширину 10 грубо говоря квадрат и в толщину может быть еще кому нужно будет такой параметр почти два сантиметра то есть 18 но это без шипов если шипами то это уже будет два с половиной ровно сантиметра кстати да подпишись на канал поставь лайк этому видео когда-то еще давно подписывал зачем-то не помню но разбираются подобные педали довольно таки просто откручивается у нас вот это сама прижимная кстати гайкой многие подумают что это типа декоративно чтобы грязь туда не попадала но нет это гайка у нас и имеет функцию то есть стягивание всей конструкции потому что если вот сейчас я убрать кстати люфта нету хотел сказать что типа она нужна чтобы люфт убрать ну его тут блин изначально нету обычно во всех педалях вот этот вот край он упирается в внешнюю обойму подшипника и тем самым он всю эту конструкцию еще сильнее стягивать и не дает даже если гайка у нас раскрутиться чтобы все у нас это не люфтила то есть ну тут еще прям вообще плюс за это конечно что так сделано качественно скажу так ничего с него ничего себе так ну и теперь нам нужен трубчатый ключ или там такая вот головка на 8 и с другой стороны шестигранником на 8 мы это все нам откручивается так педали то какая у нас тут l значит она откручивается у нас по стандартам влево так все в принципе вот и собственно вся разборка теперь все это нутрянку мы достаем красивая смазочка прозрачная беленькая все намазано хорошо что намазано так ну и ну и что мы имеем видим что здесь у нас два подшипника я не скорее всего впрессованы если бы они не были впрессованы то они постались у нас бы на данной оси я так считаю что лучше пусть будут подшипники впрессованы в саму площадку то есть саму педаль для чего если у вас подшипники просто так выпадают то как бы это уже намек намек на то что там уже какой-то изначально очень большой допуск из-за этого вас подшипники там вообще свободно гуляют и могут выпасть так а вот этот подшипник я его хочу достать почему он не достается вот этот маленький подшипник это у нас стандартный с металлическим пыльником неразборные грубо говоря 686 z ну а эти подшипники я даже не знаю получится ли у меня их как-то выбить выпрессовать сейчас конечно попробую так вот такую штуку я придумал то есть берешь простой шестигранник на 10 и потихоньку вот так выдал блюешь ничего этим подшипников не будет потому что они тут так себе стоят никаких титанических таких прям сверх усилий не нужно предлагать чтобы их выпрессовать подшипник здесь у нас 6700 rs то есть резиновый пыльник это хорошо потому что здесь можно его будет подковырнуть и уже если что там промыть его и заново забить смазкой поставить обратно ваши педальки но обычно и как я вам советую если вы не хотите заморачиваться с этим с этими переборками можно реально дешевых стопку такую купить заказать там их по 10 штук вроде продают за какие-то там пару сотен рублей и потом просто менять подшипник если он уже начал там христеть хрустеть и скрипеть там издавать какие-то звуки там клинить не дай бог просто берете выбиваете и ставите новый ну а вот так собственно должна конструкция внутри выглядеть то есть два подшипника один подшипник и вот это вот прижимная гайка она у нас идеальная садится на внешнюю обойму соответственно подшипника и тем самым должна прижимать но это здесь вообще как я говорил в начале видео вообще классно сделано потому что изначально этого люфта здесь нету то есть даже если гайки это нет у вас где не знаю как ее нужно потерять но если у вас раскрутилась вот эта гайка то получается у вас тогда будет вот этот самый люфт получаться тем самым вас педаль будет туда ходить а поверьте мне когда педали с люфтит вы ногами это ощущаете то есть реально прям маленький может быть люфтик такой но ногами потом это очень сильно передается на ноги и просто вот фу просто фу ну и пыльничек как мы видим здесь тоже грамотно сделан потому что он идет как бы конусом и получается на саму ось когда он уже придавливается он изнутри распирается тем самым грязь по крайней мере большая грязь и вода не будет затекать саму педаль и заливать подшипник смазывать здесь реально многое не надо ничего желательно просто оську промазать чтобы она внутри не ржавела если вдруг туда вода все равно попадет и соответственно чтобы у нас сами подшипники не ржавели так но теперь это все быстренько обратно все соберу то скажут разобрал а как собрать не показал понятно что многие умные люди скажут что блин тут и так понятно как собирать зачем ты нам это показываешь рассказываешь ну а вдруг а вдруг кто-то не знает как собрать но если у вас вдруг данные подшипники не влазят то берем уже тот же шестигранник на 10 и просто уже не знаю немного постукивая как-то надавливая можно их туда впихнуть свободно то что тут все смазано все хорошо войдет сразу также не забываем ставить подшипник потом гайку только ставим ось и закручиваем так как здесь у нас резьба стандартная закручивается в правую сторону свободу все вращается и теперь останется только закрутить саму эту прижимную гайку и все радоваться офигенным педалям без люфта какого-либо или свободно вращающихся вот такое сегодня видео было у меня на канале спасибо продавцу конечно же спасибо вам что поддерживаете видео мои лайками с подписочкой и комментариями это очень важно для меня в целом чтобы вам показывать можно было потом какие-то интересные запчасти которые например вы боитесь заказать и думаете что типа вдруг там дичь окажется какая-то или же например продавец пишет что там есть пром подшипники а вы покупаете там их нету в общем я как бы вам показываю помогаю и сам набираюсь какого-то опыта но на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте подписываться на все соц сети которые у меня есть закрепленном ниже комментарии и также кнопочку клок раз нынку и вот тут вот нажимайте чтобы подписаться жмите колокольчик и большой палец вверх стать на этом все с вами был андрей канал кто велик всем удачи и до новых встреч пока